В этом году День памяти и скорби выпал на субботу. Оттого на площадь труда и победы пришло не так много горожан. Ребятишки, ветераны, представители культурного сообщества города. Но митинг, посвященный воспоминаниям тех лет, леденящих ужасом кровопролитных сражений, был значимым для Верхней Салды. После поздравлений главы Верхнесалдинского городского округа и главы администрации, состоялось возложение земли, привезенной с Мамаева курганом к плитам с именами салдинцев, сложивших головы за Великую Победу. Галине Степановой, Марии Семеновой и Людмиле Кордюковой выпала честь провести символическую процедуру воссоединения земли. Их родственники участвовали в боях под Сталинградом. Землю, пулитую кровью из салдинских воинов, также передали на хранение в городской краеведческий музей. Эту землю мне хотелось бы, чтобы она вечно хранилась в нашем музее, и чтобы молодые поколения, посещая ее, видели, что эта земля, политая кровью наших отцов, дедов и прадедов. Был еще один не менее значимый момент. Григорию Рыбакову, кавалеру орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны, воевавшему в составе танкового корпуса и дошедшему до Берлина, к 70-летию добровольческого соединения был вручен юбилейный памятный знак. Гордимся, что вы, наш земляк, прошли славный путь танкиста, побывали в многих боях и выжили. Выжили ради того, чтобы подарить нам жизнь. Поэтому мы вас сегодня честуем и вручаем вам грамоту и медаль добровольческого уральского корпуса танкового. Поздравляю вас! Пока будет жива память тех лет, пока будет уделяться внимание солдатам войны и тыловикам, подрастающее поколение будет расти в духе патриотизма и гордости за свой народ, заплативший за победу миллионами жизней. Сродни вторжению в мирный июнь 41-го традиционный митинг завершил заводской гудок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова